Христос посреди нас, посреди нас мои родные любимые христолюбцы, все браты и сестры во Христе, всем желаю радоваться и веселиться в Господе. Всем желаю возрастать и уподобляться Господу и Богу нашему Иисусу Христу по Его образу, Его примеру, по Его заповеди, которая одна единственная, чтобы мы, уповая на Бога, Его дарами, любили друг друга всякими разными добрыми делами для Его славы, для Его проповеди. Да и, в общем-то, потому что счастье ближнего есть и наше собственное счастье. Так, ну что, давайте помолимся, и я кое-что поговорю. Господь мой и Бог наш, Иисус Христос, слава Тебе, слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Спасибо Тебе за все, Господи, за всю любовь Твою, за все, что подаешь нам каждый день, все необходимое и потребное для жизни, радости, веселья и светости, уподоблению Тебе. В одном единственном свойстве Твоем, в любви, в любви к ближнему. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Господи, благослови эту трансляцию, устаговорящую, уши всех слушающих и блаженной руки всех печатающих. И да прославишься Ты, Господь мой, Бог наш, в последнее время, пришедший во плоти, и явивший нам имя Свою, сущность Свою, природу Свою, которая есть, свобода, бессмертие и любовь. А в воскресении Твоем явно явил нам Божество Твое. А в воскресении и вознесении Твоем оставил нам дар свободы, который был от начала времен. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Господь Иисус Христос, сущий над всем Бог, воля Которого всегда блага и неизменна, что все мы были счастливы, всегда посреди нас. Помните, Бог живой. И сейчас также незримо Духом Своим Святым, всегда посреди всех людей, но особенно те, кто Его знают. А знают Его дети, свои дети. Вчера вы, ну или когда там посмотрели ролик, то, что я записал, ну я продолжаю эту тему заповеди. Как-то я записал ролик тогда один. В Белой Маечке, я помню. Потом вот сейчас еще один по поводу того, что в посланиях. Ну и хорошо, что я начал с посланий апостольских. И вот удивительно, да, я вам сказал, что ни в Иакове, ни в Петре, ни в Ане нету тому, что апостолы, ученики Христовы учат нас любить. Любить какого-то незримого Бога. И как-то нас учат его любить. Этого нету. Я специально так с сомнениями говорил, потому что я сам поражаюсь. Конечно же, столько лет уже веруя, живя по вере. И уж кто знает, что это мои любимые слова о любви к Богу и ближнему. Да, и конечно, если бы они были бы, уж я бы их тоже всегда употреблял. А вы прекрасно помните, как я когда напоминаю нам всем и себе, в том числе, заповедь Господа о любви к ближнему, как раз ссылаюсь на всех апостолов, ибо они все об этом говорят. Но так как посланий Павла много, то у меня даже вкрали сомнения. Может быть, я где-то не читал, думаю, ну не может же быть, да. Потому что, ну я говорю, даже когда я сомневался, специально по этому вопросу перечитал, вот. Думаю, может, я что-то пропустил. Я говорю, ну и я помнил, правда, вот даже у Павла, что есть такой, да, кто не любит Иисуса Христа, тому там анафема. Вот. Ну все это, это лишь слова, и он же не призывает любить. Он и говорит опять о том смысле, что любовь подразумевается. Я вот вам хочу сказать, что как, сейчас мы как раз поговорим от апостолов, о Евангелии, и вернемся даже в следующем ролике и поговорим о Ветхом Завете, вот именно об этой теме. И поэтому хорошо, что начали с апостолов, да, потому что апостолы должны были делать то, что учить самим делать и учить тому, что делал и чему учил Господь наш Иисус и Бог наш Иисус Христос. И вот мы с вами посмотрели, что сами они Бог-то любили, но об этом не трещали налево и направо. И любили его не делами культа, а единственными двумя, так скажем, заповедями, да. Это уповая на Бога, ну или одной заповедью, потому что она просто невозможна, она нераздельная. Это уповая на Бога, мы любим ближнюю. И сейчас вот мы с вами увидим, и, конечно же, заповедь я вам Господню напомню, которую вы и так знаете, в которой утверждены, как апостолы говорили, и стоите, и возрастаете в ней, да. Но мы сейчас ее посмотрим через другое русло. И все любят приводить этот пример, как Господь, да, говорит, что, воспоминая заповедь данную Израилю о любви к Богу, и христиане ее очень часто цитируют. И, к сожалению, это ошибка. Потому что, ну, во-первых, мы с вами определились, что апостолы больше никогда в жизни не учили любить Бога. Не учили это не на словах, естественно, раз не научили на словах, не учили и на деле. Если нет такой заповеди, значит, не надо ничего делать для этой заповеди. И наоборот, если нету культа, типа, что Богу что-то надо, значит, эта любовь никак не выражается какими-то липовыми делами. И сейчас мы посмотрим, почему именно так произошло. Почему апостолы? Апостол Иаков, апостол Павел, которые были непорочными перед законом. Возможно, ну, Павел и был фарисеем, и с фарисеев сын фарисея. Иаков подразумевается, наверное, мы так понимаем, что каким-то он там был величайшим праведником и законником. Петр и Иоанн, можно сказать, оба любимые ученики, хотя мы об Иоанне знаем, что он любимый ученик. Но Петр был самый горячий, тоже очень любимый Господом, и очень сам любил Господа. Я говорю, вы задумайтесь на этом. Это же не я учу. Вы задумайтесь над этим. Почему никогда в жизни апостолы, они что, как я всем говорю, были настолько, ну, слово, да ладно, там слово тупые. Понятно, что они не были тупые-то, вот именно. Они что, забыли первую заповедь? Или что? Они что, не знали ее и с законом? Они что, с Господом не ходили? Почему они не призывают, любите Бога, любите Христа, братья и сестры, давайте любить Бога? Почему они этого не делают? Почему они, оставляя нам эти послания, не пишут об этом? А давайте мы разберем действительно, внимательно почитаем Евангелие. Я выписал, как всегда, на бумажечке специально, чтобы там не зачитывать километрами, так себе набросал в самых-самых, ну, слова, на которые я хотел обратить внимание. Читаем мы, как всегда, я всем рекомендую тоже все-таки читать последовательность, конечно, Марка. И в себе прекрасно помнить, что Марк, конечно же, явился, так скажем, первым Евангелем. И действительно шаблон заложил, вот, написание Евангелия, это божественные, духом святым какую-то структуру вот эту вообще. Что мы видим у Марка? Я, может быть, там что-то пропущу, потому что читаю недословно, я говорю, я тут выписал, по сути, краткие слова, я не прям сплошным текстом, иначе надо было брать компьютер проще. Не хочу я огородной проповеди сводить к этому. Как вы помните, Господь ни с какими бумажками даже не ходил и вспоминал слова из закона, но он-то еще Бог был, но вспоминал так, как ему ложил, так скажем, Дух Святой. И уж так делали мы, видим, и апостолы, ни с какими свитками они не ходили и ничего не читали. Для этого есть специальные места, да, в том же самом синагоге, там можно было развернуть свиток. И вот я хочу, чтобы формат огородных проповедей, так называемых, уличных, не сводился к бумажкам. Я это через силу делаю, хочется по памяти говорить, хотя ты можешь ошибаться. И вот мы читаем в Марка, это не Господь, если вы почитаете те же самые, ну давайте мы сначала прочтем. По Марку мы читаем, один из книжников спросил его, ну как я помню, какая первая из всех заповедей. Ну и Господь ему, заметьте, книжник, во-первых, книжник, это очень важно всегда в Евангелии, где вы будете видеть, встречать места тех, кто спрашивает его, искушая, как сейчас мы, кстати, в других Евангелиях у ир, и ученики. Ученики подразумеваются алчущие и жаждущие правды, люди, которые не из прадности, не искушая, не подкапываясь, а люди, которые ищут истину. Не люди культа, как сейчас во всех конфессиях, он готов любую ложь оправдать, слепить там что-то, нет. Нет, ученик подразумевается, сами понимаете, кто учитель, кто ученик, это тот, кто любит учителя, тот, кто признает его авторитет, признает его гуру, признает его мастерство, знания и прочие-прочие-прочие вещи, да. Вот кто такой учитель-то. А здесь мы сейчас будем видеть, ну вот Марк писал, конечно, Марк не обращал внимания, кто знает, как писалось там то же самое Марка, он не обращает внимания на многие вещи, да, там не пытается, да, то же написать. Но мы видим, как здесь так чудным духом святым нам в Евангелии все действительно написано, мы поражаемся этим вещам. Зато здесь сам Господь начинает, слушай Израиль. Это обращение не к ученикам, это обращение не к будущим христианам, это обращение к иудеям и к евреям. Слушай, Израиль. Это обращение опять напоминанием ничего большего, чем закона. И он говорит там, люби, ну из-за второзакония, кто знает, найдет эти стихи, там всегда есть ссылки, да. Книжник, кстати, подтверждает, когда Господь ему говорит, что да, действительно, Господь ему произносит все это, по сути, цитирует просто второзаконие. Книжник что говорит? О, да, действительно, он говорит, так и есть, да, любить Бога всем сердцем, всем помышлением, всем крепостью, там, и ближнего, как в смысле, есть больше всех всесожжений жертв. Он сам подтверждает, что Господь ему говорит, видя, что он разумно отвечает, по-моему, так там написано, он говорит, недалеко-то от Царства Божьего. Цитирование, знание Писания на зубок еще ничего не дает. Недалеко-то, да, так Господь пришел на землю и что сказал? Покайтесь, приблизилось Царство Небесное. Да, приблизилось. Только ты покайся и живи. Вера без дел, она ничего не стоит. Ноль вообще, вот, математическая баранка. Давайте посмотрим, что написано у Матфея. Фарисеи там собрались вместе, написано, видя, что и Саддукеев там Господь, там речь идет о воскресенье. Кстати, там, кстати, контекст идет, что у Марка, у Матфея, если я не ошибаюсь, о том, что вот его искушают Саддукеи о воскресенье мертвых. Господь говорит, я не Бог у мертвых, но Бог живых. Живой Бог познается жизнью. И пишено, что фарисеи собрались там вместе, и один из них, то есть, ну, по сути, я говорю, спрашивали, кто? Причем я сегодня думаю, что же мне в голове никак не откложится, кто же его вспомнил. Да потому что непонятно, кто. Ну, книжник однозначно сказан, но опять же, это мог быть и фарисей. А тут написано, что фарисеи собрались вместе, и один из них законник. То есть, законник, фарисей, книжник, хотя это разные должности, но их, ну, как, фарисеи это, по сути, было звание. Типа, сейчас там, конфессиональная принадлежность или что-то такое. Но при этом он мог еще быть и законником. То есть, это было типа должности, когда люди там обращались, и он разъяснял им закон. Мог быть просто законником, но не быть фарисеем. Фарисей тот, кто давал обеты строжайшего соблюдения. А законник мог не давать, он мог просто учить. Когда Господь потом говорил, сотворите и научите, а у нас как? О, языком я несу, а сам-то делаю или нет? И вот тут написано, что фарисеи собрались вместе, но законник, некто из них законник, по-моему, так искушая спросил. Я совсем все кусочками набросал, поэтому я опять недословно могу где-то, я по памяти на самом деле цитирую. Какая наибольшая, и тут уже, заметьте, что спрашивает законник опять? Какая, не просто наибольшая заповедь. Какая наибольшая заповедь в законе? В законе. Да, и там вот опять мы читаем, Господь, ну, произносит это из старозакония, возлюби Господа Бог всем сердцем. И говорит ему, на этих двух заповедях утверждается весь закон и пророки. Во-первых, там написано, скажет, да, что законник, искушая его, спрашивал. То есть человеку это не надо было, его лишь бы подкалывать, что ты не обучка хотели его, да, не ученый, ничего не знаешь. Он его не спрашивал, его это не интересовало на самом деле. Он не был сыном, чадом Божьим, он не искал и не жаждал правды. Ну, просто искушает, только что Саддукеев, Саддукеям не удалось там его подковырнуть с этим воскресением, да, потому что сами они ни во что не веровали, ни в будущую жизнь, ни в Бога, ни в воскресение. Вот, тут фарисеи очередной раз пытаются его просто уличить в незнании и как бы принизить в глазах учеников и всех. Господь им отвечает. На этом утверждается весь закон. Не бытие, а закон. И у Луки. У Луки, как всегда, тоже более есть тонкости, хотя, в принципе, то же самое. Опять мы считаем, что законник, искушая, спросил его, что мне делать. Ну, вот, может быть, это было в другом месте, а может быть, даже этот, конечно, спросил. Это не имеет значения. Я думаю, что за три с половиной года там что только не было. Каких только ситуаций, действительно. Я думаю, что все эти ситуации, даже как бы мы не думали, что это одинаковое, там, может быть, просто разными синоптиками написано. Это были разные места, скорее всего, даже. И уж там не раз пытались сто процентов подкопаться. Вот. Тем более, как сейчас не было интернета, чтобы снимали на камеру, тут же ролик в Ютубе выкладывали. Нет, в другом месте то же самое могло быть, и другой законник спрашивал подобное. Мы все люди одинаковые, плюс-минус. Вот. Что мне делать уже, чтобы наследовать жизнь вечную? Господь его спрашивает. В законе, в вашем, в вашем, да, понятно, что написано, как читаешь? Ну, он ему говорит, что вот, да, возлюби Господа. Ну, все, цитирует, понятно, вот это заповедь из закона. Господь ему говорит. Отвечаешь ты правильно. Ну, правильно ты отвечал. Так поступай, и будешь жить. Вера без дел, мертва. Это я тоже всегда вам буду говорить, что там вот эти учения о спасении по вере, это вообще не от призывающего абсолютно. Такое ощущение, что кто это учение придумывал, не христианин, не учение Христа принял, а учение апостола Павла. Они ссылаются только на такое ощущение, что Павел учение принес нам Божье, а не Христос. Вера без дел, мертва. Никакой верой никто не уподобляется Богу. Спасение, да, мы утопали в грехе, Бог нас оттуда спал. Спас, ты хорошо, ты стоишь на береге, на берегу, голышом. Ты что, будешь так дальше стоять, как вкопанный столб? Спасение по вере, это спасение от смерти, да, ты вылез на берег, Бог тебя вытащил, дальше что? А дальше Господь сказал, делай, строй свой дом, строй мы его делами любви. Это надо запомнить. Спас от греха, это не значит, что Бог за нас, это называется спасение. Ну ладно, я сейчас не эту тему, а то я уклонюсь. Вот, так поступай, будешь жить. Все. Дальше идет у нас Божественное Евангелие от Иоанна Богослова. Мы это уже никогда не видим. Иоанн Богословка всегда это убирает. Что мы видим? Мы видим прощальный ужин. И что мы на нем слышим? Господь встает, набирает умывальницу, или она там стояла, снимает с себя верхнюю одежду и показывает делом, что он до конца возглюбил своих в мире. И умывает ноги ученикам, исполняя действительно настоящее дело любви, кстати, а не какую-то иллюзию, как сейчас это все стали воспоминания делать, прощальный ужин. И вот это все даже в протестантизме все это понадумали там. Зачем это актерство и представление? Да вы пока собирались, какие есть дела любви реальные на этой земле? Дверь кому-то открыть? Вот и делай, что там надо. Все это актерство, все это фальшь. Тогда это было настоящим делом любви, настоящим нужным делом. Люди приходили домой в пустыне, мыли ноги, да. Нищие люди сами себе, естественно, как и мы приходим. С нас никто, с меня что-то никто одежду не снимает. Знаете, как этот барин пришел, там сбросил, там уже сзади ловят всякие эти слуги, сапоги там снимают. Нет. Поэтому, естественно, нищие делают сами себе в богатых домах. Были слуги и рабы, которые это делали людям, кому-то, да. Вот. Что дальше? И говорит, говорит, вы сейчас не уразумеваете, что я делаю, но я вам расскажу, хоть и не разумею. И все равно рассказывает. Говорит, если будете точно так же делать, то будете иметь часть со мной, причащаться меня. Ибо я вам, говорит, одну заповедь даю, любите друг друга. И потому все будут знать, что вы мои ученики, если будете поступать так, будете любить друг друга. Дальше говорит, я, Отец, одно. Я, Отец, одно. Все. Поэтому, если вы хотите ту первую заповедь о любви к Богу, как его любить? Вот мы завтра поговорим о Ветхом Законе-то и об этой заповеди. Я сейчас только поговорю об этом, да. Он и говорит, я, Отец, одно. Если вы хотите ту первую заповедь соблюдать, даже как бывшие иудеи, то любите друг друга. Ибо я, Отец, одно. Поэтому, кто любит меня, он говорит, соблюдает мои заповеди. Кто любит мое, соблюдает мое слово. Но он только что сказал о нем. И там еще дальше, потом они... Во-первых, эта заповедь действительно сопряжена с обетованием. Господь сказал, кто любит меня из любви ко мне, соблюдает заповеди. Если... Он не говорит, любите меня. Он не говорит, как вы будете любить меня. Не дает целый опять закон обрядов. Вы будете свечки ходить в храм, встать на синтезаторе, пить. Нет. Он говорит, если вы любите меня, это ваша любовь проявится в любви к ближнему. И тогда я приду и обитель вас сотворю. И Отец придет, и мы с ним вместе обитель вас сотворим с Отцом. И еще раз три раза говорит им. И третий раз говорит, тогда Отец пошлет Духа Святого. И все мы будем вместе. Но это образ чего? Потому что любовь, которая в человеке к ближнему появляется, божественная, это есть Бог. И это есть его обитель. Мы, его обитель. Вот и все. Потом он выходит, они опять там идут в саду. 15-16 глава уже Евангелия Таану. Он им опять говорит, что заповедь моя одна, любите друг друга. Еще раз им там, там им опять, как мы только читаем, два раза. Уж сколько там говорил Господь, наверное, одному ему известно. Ну, по Евангелию мы читаем, что он еще им там два раза сказал, что заповедь не надо никуда больше рыскать. Заповедь одна. Ну, можно по Евангелию, но вы больше никогда не найдете. Заповедь одна. Завещание, заповедь, замысел Бога о человеке. Чтобы ты человек. Ты не то, что замысел. Бог тебя родил, ты его дети. Мы дети Всевышнего. И Боги мы все. И дети Всевышнего все мы. А природа Божья, три основных свойства. Два из которых даны просто по благодати у нас. Они просто есть. Это образ воскресения, образ жизни вечного, образ бессмертия Христа. Поэтому образ бессмертия, образ жизни. Вознесение Христово. Это образ свободы. Дара свободы, хотя он от начала у каждого. Выборе добра и зла. Но у нас эти дары бессмертия и свободы от начала. И единственное, в чем мы можем уподобиться Богу, как дети отцу, как его образ и подобие, это только в любви к ближнему. Ну и ко всему мирозданию, естественно. И даже к себе, к своему телу. Потому что все, что у нас есть, это неправильное богатство. Если ты сам убиваешь свое тело, там, куришь, пьешь, колешься, действительно. Это тоже, естественно, никакая не любовь. Ты попираешь дары любимого. Когда нам что-то любимый дарит, мы что-то это не в мусорку выкидываем, а на лучшие места вешаем, ставим, храним, бережем, пользуемся аккуратно. Поэтому, естественно, если ты не бережешь Божьи дары, это элементарное проявление нелюбви, естественно, к тому, кто тебе эту любовь оказал. И наше тело – это наш дар нашего Творца, нашего родителя. Поэтому, естественно, родители не ходуют на детей, которые, когда те не брегут даже о своем теле. Потому что родители как бы тоже говорят, что мы вас родили, что же ты так этим пользуешься, плоти от плоти. Вот вам, пожалуйста. Господь сказал, если вы любите меня, то любовь ваша ко мне. Да, как говорят, заповедь любви к Богу первая. Она не первая, она в фундаменте лежит, в основании, как Господь сказал. Я основание. Если вы любите меня, то этот дом, это растение, как этот корень вырастет, или это ваша внутренность, вот человек возрастает. Мы не видим, как там кости расширяются, органы все, ткани новые появляются. Поэтому это условия. Поэтому, в принципе, потом весь Новый Завет мы читаем как будто незримым тезисом. Хотите, себе сами напишите после Евангелия. Если у вас бумажный вариант, я на компьютере все читаю. Вы себе напишите. Если любите меня, то соблюдайте. И читайте послание. Вы увидите, что во всех посланиях есть только две, а по сути это одна заповедь, уповая на Бога, любить ближнего. Ну или хотите, вот мы их делим. Бывает упование и без ближнего. Просто ты идешь, да, на маршрутку опаздываешь. Вот увидишь, как Бог, если помолишься, Господь все пошлет. Ангела пошлет на дорогу, и никуда не опоздаешь, ни на какой самолет. Поэтому я иногда их делю, что мы уповаем на Бога, любим ближнего. И в том и в другом случае убеждаемся в чем, что Иисус Христос – это Бог и любовь, который может и хочет. Все. Схема очень простая. Поэтому вы ко всем посланиям, вы никогда не увидите там о любви к Богу. Там надо подписать внутри, сначала, прямо у каждого послания. Если любим Христа, то и там написано, как мы уповаем на Бога и любим друг друга, не разделяясь, не ругаясь, ничего-ничего. И наоборот, стоя в вере, когда нас даже за веру диванную гонят, и когда за любовь, за все, за все. И когда личные скорби, когда бывает Господь посылает какие-нибудь события для испытания нашей веры, чтобы нам самим в ней возрасти и утвердиться. Вот простая схема-то. Все очень просто и банально. Проще даже и некуда-то. И вот я вам что хочу сказать. Как всегда, вы помните, как я люблю книгу бытия, особенно, точнее, первые главы ее. Ибо почему я их так люблю? Потому что там чистота. Там нагота Божья. Вот как он говорил, это святая нагота, в которой он создал и первых людей, и весь ногой мира. Это слово нагота. Там в первых главах созвучно или, так сказать, синонимично слово красота, чистота, святость. Поэтому и Адам, и Ева были наги и не стыдились. И вот Бог там абсолютно нам открывается ногой. Он творит безупречный, совершенный, абсолютный мир любви. Творит совершенные, любвеобильные создания и ангелов, и человеков. И до падения свободного человека во зло падения что духов, что человеков, благодаря своей свободной воле, мы можем там увидеть всю суть нагого Бога. В хорошем смысле этого слова, действительно. И вы же видите, прекрасно. Господь что-то первым людям, и нам это в книге бытия почему-то не открыто. Прочитайте книгу бытия целиком, особенно в данный момент, если вот этот контекст понять. Не Адаму с Евой Господь не дает заповедь о любви к себе. Не Каину с Авелем. Не Ною. Ну там Енох был праведник, да. Не Ною. Не Аврааму. Не Сааку. Не Акову. Не Иосифу. И даже Моисею, когда Господь является, он не говорит ему, люби меня. Любите меня. Богу от нас ничего не надо. Я надеюсь, что это люди просто видят, прозревают и понимают. Что Богу от нас ничего не надо. И что вот эти иллюзии все. Что мне только проповедь не присылают. Я прошу, пришлите мне проповедь о любви к человеку. В чем все Евангелие и все послания апостолов. Вот здесь снова задают. В любви к ближнему. И уповай на Бога. Чего только мне не шлют. Либо о диванной вере, либо о любви к Богу. И вот проповедник два часа экзальтирует о любви к Богу. И всем научает экзальтировать. Где он это начитался? Ну где? Какие цитаты вырывают о том, что кто любит слово мое. И там. Ну где написано нам любить Бога? Экзальтировать по нему. Других научать экзальтировать. Разве Христос этим занимался? Нет. Христос занимался одним. Показывал, как надо любить человека. Это делал и этому учил. И своим апостолам сказал то же самое. Делать и учить. Поэтому что в посланиях видим? Ихнюю любовь к человеку, ихнюю научение. Почему мы не поступаем по учению Христа? Я вот этого понять не могу. И когда Господь по любви своей выводит израильский народ из плена, из рабства египетского, творит им множество-множество чудес и в земле египетской, и по выходу, и по хождению по пустыне, но народ в безумии своем, когда Моисей на 40 дней удалился побыть с Господом, народ все равно в безумии льет себе золотых тельцов из реального золота. Хотя Господь с ними идет в столбе огненным и облачным. Да, Господь их говорит. Я сотру с лица земли точно так же, как потопил всех первых людей. Моисей взмаливается, Господь соглашается. И что делает? Ну, как-то надо, раз Моисей взмолился. Оставить их нельзя с золотым тельцом. Господь им золотого тельца меняет на свой гробик, называемый скинье. Туда вселяется, только одна крышечка колышется. И все, и дает заповедь о любви к себе. И эту заповедь сопряжена, заметьте, заповедь о любви к Богу, настоящая, словесная, формальная, сопряжена вот с таким вот законом культа, как ему надо служить. Ему нужно хлебушек пожечь, животинку зарезать, на алтарь положить, и прочее, 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 прочее. И вот там вот 613, не знаю, сколько там у них, у нас уже во всех конфессиях, как я говорю, 613 тысяч этих заповедей. Как надо любить Бога. По субботам, по воскресеньям, с утра вечером, что там читать. Все это нужно Богу. Заповедь о любви к Богу дается только людям, которые не способны любить своего просто родителя. Причем любить его невозможно, как действительно проявляя в делах любви к своим домочадцам, а все нам братья и сестры в доме отца. И это безмерное расширение сердца сынов и дочерей Божьих в его благодарности. Когда мы, конечно, живем в Боге, у нас все больше и больше чувства к нему. Эта любовь проявляется в чувстве безмерной благодарности. Сердце все больше и больше расширяется. Потому что ты живешь по заповеди, вкушаешь, как Господь сказал, пробуешь идти, что Иисус Христос каждый день, как Господь сказал, в день скорби, вы помните, он приваживает в 49-й псалом, призови, призови меня, я избавлю тебя, и ты прославишь меня. Но вы помните, как вновь, знаете, Господь сказал, что не только в день скорби, а проси все, как у меня, как у родителей, ибо мы в крещении слышим, ты сын мой, ну, это он говорил Христу, а так как крестятся и женщины, то мы можем по-другому сказать, вы дети мои, в вас моя благая воля. Я никогда не оставлю и не покину тебя, чадо мое. Все. А образ родителей, вы помните, по пяти пунктам. Очень хорошо родители нам... И что такое вообще любовь родителей к детям-то? Родители нас питают, родители нас радуют, родители нас учат, родители нас лечат и родители нас защищают. Вот она пятерка такая, самая простая, самая понятная. Поэтому ты во всех вот этих нуждах обратись к Богу, напрямую ко Христу, и не к имени Его, Он не мертвый, и мы не какие-то буддисты, что там, да, Бог так говорил, сейчас скажешь, ну, так же написано, но призови имя мое, ну да. Но это все для внешних, братья и сестры. Меня-то, я уже знаю, слушают многие, которые не вчера, а уверовали. Это все хорошо, когда ты Христа Богом не признаешь. Да, тогда мы как еще вот эти вот тук-тук-тук апостолы, вы помните, как, когда они... Они же не понимали, кто такой Христос. Они прибегали, Господь им сказал, идите именем моим сгоняйте. Да, они сгоняли, прибегали, Господи, а имени Твоем повинуются. Он их пытается подвести, что если от имени моего беса повинуются, то кто такой я-то? И вы помните, как он со властью, все же народ сидит, что он со властью говорит. Он не говорит именем Отца Небесного. Он говорит, иди, выйди из него, успокойся. Он все время показывал свою Божью власть. И они просто не видели этого. Мы слепы пока что, пока не родимся свыше. Поэтому я, если честно, мой блог для рожденных свыше, хоть ты тресни, тем более он же на расстоянии. Я не знаю, кто меня слушает. И я, честно, я этот блог веду для рожденных свыше, так скажем. Ну, или для желающих родиться. Вот когда я пойду там на улице проповедовать, да, там-то я знаю, кому я раздаю. Пошел там к институту, буду вот там буклеты раздавать, послания там Иоанна Богослова, допустим, или еще что-то там буду печатать, или Евангелие раздавать какой-то, Марка, допустим. Я-то знаю, что это люди только, да. Этим людям надо другое говорить. Покайтесь, уверуйте во Христа и в любовь, и примите, и живите, подвязайтесь, да. Примите дары Святого Духа и любите друг друга. Уповай на Бога добрыми делами любви, всеми дарами, каким вам Господь уделит. Дух один и тот же, а дары будут различны. Все, но это проповедь неверующим. Я блог свой веду для рожденных свыше, конечно, ну, или которые уже в муках, в муках вынашивая, в муках рождения, да, так скажем. Вот. Естественно, я же не проповедую язычникам-то, поэтому я и не кричу вам, покайтесь-то. Вот. Мы уже родились свыше, или хотя бы уж точно зачались когда-то от слова Божьего. Не я же вас рожал-то. Зачинал-то. Вы все откуда-то это знаете. Вот. Поэтому, конечно, мы призываем самого Бога. Мы говорим, Господи, Отец Небесный, братик солнышко, Иисус Христос, там, исцели, подай что-то нужно, да, защити, накорми, увесели. Скука не могу, тоска. Вот. Поэтому смысл простой, и поэтому мы обращаемся к Богу. Бог нам помогает, и мы Его прославляем. И тем же самым мы делаем, Господь сказал, как ты во мне прославился, через что? Через добрые дела, вот этими дарами, именно божественными, Господь все дарами творил. Мы точно так же любим другого по той же самой схеме. И они точно так же, видя наши добрые дела, как Господь сказал, прославляют Отца Небесного. Ну, каются, веруют потом. Все. Мы таким образом светим перед людьми. Поэтому вы видите, что заповедь вот эта внешняя любви к Богу, о которой надо говорить, другим проповедовать, сопережна с культом. Но мы-то любим Бога, и нам не надо об этом трещать никому налево и направо. То есть, как, так же, конечно, как о добрых делах. Мы не свистим налево и направо, мы их просто делаем, а они светят. И благодаря им они прославляют, каются, веруют и прочее, прочее. И идет проповедь-то Евангелия настоящего, Бога Иисуса Христа по плоти и по духу, что Он есть любовь. Вот этими делами. Потому что мы всегда говорим, что это Бог мне дал, то есть, мы Его по плоти прославили, эти сделали. И говорим, почему? Потому что Бог есть любовь. Поэтому мы это и сделали. Вот. Ну, отдал нам все Господь. Мы Его прославили по плоти и по духу. Вот вам заповедь-то. Все же очень просто. Поэтому же апостолы не экзальтировали. И не учили нас экзальтировать. А какой-то любви к Богу. Любовь к Богу проявляется в любви к человеку. Уповая на Бога, Его дарами для Его славы. Да. Все. Поэтому, если ты любишь Бога, ты будешь так жить. Кричать всем налево. Как я люблю Бога? Ну, что толку? Ну, любишь ты. Сидит нищий. И ты идешь и ему орешь. О, я так люблю Бога. Ну, что он скажет. Ну, молодец. Бог прославляется в делах. В делах. Это очень важно всегда понять. Поэтому, а заповедь закона, вот она. Где она? В Ветхом Завете-то. Просто задумайтесь над этим. Задумайтесь. Надо читать внимательно писание. Богу от нас ничего не надо. Что же он обделил первых людей? За что он их тогда судил-то при потопе? Что, они не знали, что надо любить Бога? А что надо любить ближнего? Где-то мы видим, что сказано было Адаму с Евой. А что же Иоанн Богослов-то пишет, что заповедь от начала? Благовестие от начала. Кто это там благовествовал? Я что-то никаких апостолов не видел перед Адамом и Евой. Они сами были первыми людьми. А Иоанн Богослов пишет, что благовестие от начала, чтобы мы любили друг друга. А не так, как Каин, который убил брата своего. Не понял. Кто это им благовествовал-то? Надо понять, что, конечно, книга Бытие тоже абсолютно символичная. И образная. Бог этим древом жизни, которого человека вдунул. Там даже опять два образа. В первой главе один, да, прямым словом скажем, что человека сотворил Бог нас по образу и подобию своему. То есть мы дети его. Потому что дети образ и подобие своих родителей. Уже во второй главе по-другому говорит. Что такое вдуновение, дыхание? Это опять придание образа, символа. А семечко древа жизни, будущее. На самом деле Господь дал семечки. Деревья не вырастают целиком, не появляются целиком. У меня семечко вырастает. Это был символ подобия. Что наше дело уподобиться, этого Духа Святого раскрыть в себе. А это семечко или древо познания добра и зла, который потом вырастает на самом деле, это лжа добра и лжа зла. Это лишь символ опять дарования свободы человеку. Поэтому оно внешне, а древо жизни внутри человека, посреди рая. А рай – это сердце, земля – тело человека. Все это символы, образы. Поэтому это все от начала в каждом человеке есть. Поэтому о любви к Богу. И второй, живой пример, самый важный. Я лично христианин, не знаю, как вы. Более того, надеюсь быть христолюбцем. В это подвязаюсь. Потому что любящий Христа любит ближнего. У нас кто пример-то? Кто наш учитель, первопроходец? И как он и сказал, сам и себе, да, что он наш путеводитель. Он есть путь истинной жизни. Он хоть раз кричал о себе, как он любит Бога? Нет. Он что-нибудь делал, какие-нибудь дела для Бога. Я лично считал, что он только благодарил его. Помните, там взяв хлеб, хлеб преломил, благодарив, благословив. Только благодарил. Славлю тебе, Отче, небо и земли, что ты открыл этим. То есть, славит, благодарит. Там есть места, их можно вырезать. Мы много об этом встречаем, нет. Зато все, Евангелие переполнено делами любви к ближнему. Все. Как он сказал, что сначала творить и учить, он так и делал. Он только выходит из пустыни и начинает творить дела любви. Тут же. Дело за делом, дело за делом, дело за делом. Любви к человеку. Он никаких религиозных культов или как это, обрядов, отвращений. Как это называется-то? Ну, поняли меня. Отпуск, как это слово-то какое-то у меня. Ну, ладно. В общем, не делал он никаких внешних. Мы не видим этого. Не надо никаким по текстам читать. Ну, он же был, иудей, наверное, что-то там делал. Мы не знаем, что он там делал. Нам специально это показано, что ничего делать не надо. Я говорю, у нас точный пример – это апостолы. Ничего они нам не оставили. Да, мы читаем, я всем напоминаю, как в Галатах Павел сам свидетельствует, что Петр, ему подобный, как минимум 14 лет прошло, оказывается, что они там пытались Евангелие проповедовать вместе с принуждением соблюдения закона. Но мы видим, как Павел восстает против этого. Восставал и восстает и сказал, что на стопу ноги не подвинется в сторону закона от благодати и от свободы во Христе. Чтобы чего? Чтобы не исказить Евангелие, он сказал. Не упразднить креста Господня. Но так это дело шло опять о практике, потому что все мы люди погрешаем. У Христа-то мы видим, что на делах, что на словах одно и то же. Но опять же, по крайней мере, Божьим промыслом послания, которые нам оставились от Петра, Якова и Иоанна, помимо Павловых, мы видим, что на бумаге уж они не то, что не принуждали, а точно так же писали, что закон ничего. Я вам напомню по памяти, вы помните, как Яков пишет закон царский, закон свободы, закон совершенный, возлюби ближнего, как самого себя. Петр уже ни о каких делах культа, он рядом не вспоминает и говорит, что причащаемся божеского естества. Открывается в нас любовь, открывается нам свободный вход в царство любви Господа нашего Иисуса Христа. Делаемся причастники, познаем Иисуса Христа Бога. Каким образом? Однажды принявши равную для всех драгоценную вот эту веру и истину, которую я вам все время напоминаю, что Иисус Христос – это Бог, есть любовь, а мы люди, Его образ и подобие. И мы поэтому, познав это учение, что делаем в этой вере, в этом учении? Показываем, что добрые дела, вере, дела, какие упования, любви ближнему. Конечно же, с рассуждением, с воздержанием, с терпением. Без этого никак, если ты будешь отвергнувшись себя, Господь нас научил творить дела любви. Каким образом ты будешь это делать? Конечно же, воздержание, терпение, отвержение от себя. И что мы показываем? В боголюбии, в вере в наш имя? Нет, в братолюбии. И в этом братолюбии открывается нас любовь. И тут уж можете подставить, открывается любовь к Богу или там Божья любовь к нам. И так, и так подходит. Почему он говорит, а в братолюбии любовь? И тут, как хотите, любовь к Богу к нам и наша любовь к Богу. И то, и то. Именно в братолюбии, через добрые дела, любви с рассуждением, долготерпением, воздержанием, то есть отвержением себя, это все то же самое формула. Просто боль разжеванная нам, что такое отвергнуть из себя. Вот оно, воздержание, терпение. Что-то от себя отрываешь, отвергнувшись себя. Творим добрые дела любви к Богу. Ой, к человеку, да. И в этом братолюбии по нашей вере, однажды равно драгоценной принятой, и все. Да, мы спаслись. Да, мы приняли, мы спасены. Дальше ты что? Ты стоишь голый на берегу. Ты делай, что ты будешь. Ты спасся, как Павел, они выплыли все из корабля. Дальше ты что? Ты что? Стоишь, как соляной столб, что ли? А дальше ты сам. Господь нас спас от греха, от дьявола, которому мы всем поработились. И вывел нас в состояние Адама. Вывел. Дальше ты что будешь делать? Вводит в землю обетованную только Иисус Христос. И эта земля обетованная, и этот Иисус Христос – это любовь. В землю обетованную нас вводит только любовь. Ибо Бог есть любовь. Вот такая вот простая схема. Ого, солнышко вышло. Ну, в принципе, я все сказал. Ну, Иоанн Богослов, конечно же, который говорит в своем послании, ну, только о любви. Ну, также об единождопринятой вере. И о том, что мы любовь Божью, которую имеет к нам Бог, познали в том, что Он положил за нас душу свою. Ибо Бог есть любовь, и пребывающий в любви в Боге пребывает. А значит, и мы должны поступать точно так же, как Он полагать своей души за своих братьев. Все. Поэтому, я надеюсь, вы это услышите. И все эти проповеди, во-первых, я попрошу, мне их не сбрасывать о том, что да, мы спасены по вере, это меня аж прямо не уж это надоело все. И о том, что мы, как мы любим Бога, эти проповеди. Это не евангельское учение, это не учение Иисуса Христа, это не наставление апостолов. Они этим не занимались. Они сами не экзальтировали и нас этому не учили. А почему? А потому что этого не делал Христос и этому не учил. Это подразумевается. Человек, познавший Христа, родившийся свыше, да, любит Бога. Эта любовь его проявляется в невероятном благодарном чувстве благодарности к Богу, к отцу, к родителю, к нашему Создателю, который будет все больше и больше расширять наше сердце. А, соответственно, в это все больше и больше расширяющееся сердце будет вмещаться все больше и больше окружающих нас людей. Поэтому Павел сказал, в наших сердцах не тесно, в ваших сердцах тесно, расширьте их. Вот это вот чувство любви к Богу, познание Бога любви, познание бытия, что Бог есть любовь, творит всех существ на земле, что все мы друг другу, братья и сестры, это чувство познания истины, познания Бога, увеличивающейся благодарности к Нему, расширяет наши сердца, и в эти сердца вмещаются все больше и больше людей. Причем всех, не только христиан. Потому что Господь пришел не к христианам, а ко всем. Что иудеи, чистой воды язычники, что язычники, чистой воды язычники. Так что вот так вот. Ну все, на этом я закончу. В следующий раз мы перейдем тогда к Ветхому Завету. Я уже много поживал из Ветхого. Ну вот мы, я просто хочу так плавненько кое-что перейти, поговорим о Ветхом Завете, еще раз, может быть, об этой заповеди, так скажем, любви Бога и ближнего. И я хочу вспомнить вот те места, где Господь говорил по плоти, помните, на лоб прилепить себе и на руку эти заповеди. Я думаю, что мы об этом поговорим в следующий раз. Ну все, давайте исполним единственное дело любви, ну помимо любви к ближнему, уповая на Бога, но такое действительно личностное дело любви к Богу, это благодарность. И поблагодарим нашим родителям. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Господи, Папочка, Отец наш Небесный, слава Тебе. Спасибо за все. Господи, Иисус Христос, непознаваемый Бог наш, пришедший во плоти, который с Отцом одном и с Духом Святым. Слава Тебе. Спасибо за все. Что воздадим Тебе? Чувство этой благодарности ничем не выразить. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Спасибо Тебе, Господи, за всех братьев и сестер, за всех, кто слушает этот ролик, кто, может быть, первый слушает. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Все Твои благословения всегда на всей планете, на всех людях, но особенно на всех алчущих и жаждущих Тебя и истины Твоей, и любви Твоей, и чтобы пребывать в этой любви к ближнему, на всех алчущих и жаждущих, искренних и горячих сердцах Христа любцев. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Господь и Бог наш Иисус Христос всегда незримо Духом Своим Святым посреди нас. Был, есть и будет. Ну все, я с вами прощаюсь. Все мои адреса канальчиков наверху, контакты для связи внизу, полезные ссылочки я всегда добавляю справа. Всех нежно целую, крепко обнимаю. Всех хранит Христос. Пока-пока, до встречи в следующем ролике. Субтитры сделал DimaTorzok